от советского информбюро самая модель на броненосице или на чем или на космическом корабле на чем сейчас что сейчас модно так что космическое техническое но тем более ну что ж готовы всегда готов всегда готова послушаем тогда да как у нас кстати по времени как мы по времени идем отлично да но тогда с богом вы как коммунист и вам вперед но поскольку тема сегодняшней нашей встречи обозначена была это и сталинский период это и коронавирус ковид 19 это и хабаровск хотим мы его не хотим но есть что касается сталинского периода сергей васильевич обозначил все его жизненные и после жизненные периоды и хотелось бы сказать да исторической правды нет особенно ее замалчивают верхам замалчивают умышленно цель такова у русского народа не должно быть идеи и самое главное воплотить или эти идеи ведь сталин воплощал идею которые коммунистическая партия разработала но я с лениным и строила социализм коммунистическое общество кстати в 80 году было все построено но тут же наступил грабеж я сейчас затрону только один период сталинский как сказал геннадий павлович вы атомщик но атомную идею первый кто сталину предложил это был капитан флеров он жил в балашихе там есть и улице его когда он пришел на фронт продолжая изучать тематику чем занимаются немцы и в мире то он обнаружил что из журналов исчезла упоминание о об исследовании атомного ядра и он написал письмо сталину то есть есть очень опасная тенденция что немцы работают скрытно тайно надо разработкой ядерного оружия надо эту тему не забывать письмо дошло до сталин сталин вызывает берегу и говорит проверьте так это или не так берем берегу желда все стало секретно нигде не печатать тогда он отозвал всех ученых по этой тематике физиков курчатова еще ряд ученых и поручил бери дать все возможные им для того чтобы поднять страну и быть готовы к отражению агрессии причем с ядерным оружием там станет понимал что обычным оружием нас не победят и мы уже сорок втором году уже перелом сделали под сталинградом и немцы покатились назад а за это время берия обосновал ученых недалеко в москве завод по ядерному изготовлению перья профилировали после войны топлива стали делать это вот как раз в своей книге где-то там пишите промышленность московской области это был 12 завод который занимался изготовлением ядерных блочков и курчатова уже после войны удалось сделать небольшой ядерный ряд для чего он прекрасно понимал что оружие страшное но надо его поставить на службу в мирных целях и в обнинске был первый реактор создан который в мирных целях продемонстрировал всему миру что ядерная энергия может быть мирных целях давать электричество и сегодня в мире половина электроэнергии вырабатываем и всеми видами станции гидростанции тепловые станции солнечные батареи половину улет процентов 40 почти так 45 вырабатывается на этом мирных станций вот здесь работа была правильно поставлена сталином потому что надо было не только научиться расщеплять ядро и получать 235 уровень который потом в плутоне превращался и делать ядерное оружие но и помочь народному хозяйству не надо больше строить перегораживать реки плотина огромные затраты и первые такие вот станции стали размещать где бы вы думали билибина это колыма там знаете чем занимается народ добыча золота энергия нужно рек там таких нет и тепловые станции с углом связанные не поставишь поставили там реактор bn он называется на быстрых нейтрон 600 был бен 600 час бен 800 и эта энергия позволила успешно добывать пруду ее применять и добывать золото небольшой эффект от этого получили это первая станция на колыме было да да билибина на быстрых нейтронах неважно главное что это вы не да потому что там были рабочие руки надо было обеспечить энергетикой это как раз сделала атомная энергетика затем этап подводной лодки с ядерным реактором на борту в мирных целях ледокову ленин 57 год с ядерным реактором на борту ну и другие и космические аппараты которые тоже с мощной установкой но ядерный реактор обеспечивает теплом станцию и межзвездный полет можно сказать даже на луне работал луноход внутри был маленький ядерный реактор тепловой и проработал ожидали он проработать там ну дней 20 а он проработал три месяца и только благодаря тому что застрял в кратере он уже только антенну давал и не есть поэтому остыл реактор и все закончилось это вот мирная идея курчатова сталина она пошла на пользу всем людям сейчас другое оружие и другие технологии и они связаны не с убийством людей во время войны когда воюют все и там каждый день смерти страшно а это технологии другая в организм человека запускается вещество препарат который ведет себя спокойно до поры до времени типа вакцинации еще запускает чипы это тоже известно но они живут вроде бы не трогая организм но как только поступает команда они выстраиваются и начинается взаимодействие в организме очень страшно запускающим устройством на сегодняшний день до всех еще это не дошло но является установки 5g это направленная энергия которая попадает на человека и запускает действие этих препаратов внезапно во сне в лесу где вы бы не находились начинается разогреваться организм почему сейчас и стараются измерить температуру в столовую идешь начинают мерить устройство колду подставляет и смотрит какая температура это очень опасное явление и по моим сведениям все руководство сегодняшней мировой элиты заражено и они очень опасаются быть найденными в постелях качестве пепла поэтому некоторые наши руководители находятся в бункерах дабы их не достало это излучение но это я сведения вам говорю не для того чтобы вы испугались и ночью просто надо романы можно писать фантастически это не фантастика не сожалеешь и вы можете в книжке написать на этой основе да потому что это уже не сон я я могу вам даже привести пример есть такая у нас радиостанции звезда который читает выдержки и исправить сельских расследований в англии и где-то еще например там такой описан случай полиция приходит к одной даме богатую очень а вызывает ее полицию служанка и говорит с моей хозяйкой что-то произошло и ведет их в спальню они заходят кровать по хозяйке не открывают а там кучка пепла и частичка ночной рубашки что произошло как произошло от чего загарки стоишь на это явление давно известно но на современном этапе просто это по делается я сейчас могу сказать вам одно если мы как кролики как сказал геннадий павлович будем выполнять условия которые нам навязывают самоизоляцию что это такое вы сами себя приковываете цепями внутри дома и не выходите что и надо направленный луч на вас и вы будете долго болеть а может быть и быстро это к сожалению уже действует в нижнем набережных челнах провели эксперимент над жилым микрорайоном пустили туда мтс по моему занимался этим вопросом направили установку и люди почувствовали себя плохо все жители и они обратились сразу заявлением в больнице и прокуратуру расследовали до повысились выше норм которые по электромагнитному излучения где-то превысили здорово суд принял решение закрыть эту установку на 60 дней для расследования что там было но это один из маленьких таких эпизодов вообще цель сегодня она кстати 45 года уничтожить русскую нацию доктрина аллена далеса с помощью рот судов разработаны и осуществленная 2000 году даже раньше на стране вот эти все события с умиранием генсеков и прочее это для того чтобы привести к руководству страной те силы которые будут уничтожать русскую нацию и сегодня над русскими висит можно сказать домоклов меч но это не только русские это все другие национальности которые сегодня должны исчезнуть это задание мирового правительства этим делом занимался дэвид ракфельдер в его секретных лабораториях разрабатывали разрабатывать соответствующие препараты и если ему требовалась какая-то территория остров или государства он направлял туда своих людей и через некоторое время население исчезал забирай страну девяносто первом году когда вот это разрушение началось депутат верховного совета варил петрович носов скончался он но он сказал у нас есть материалы которые подтверждают что наша территория выбрана в качестве чистой территории для мирового правительства все население советского союза должно быть убранным каким способом как не сказано но мы вот уже почувствовали что среди нас даже пять человек ушло из жизни и есть такие намеки что они ушли не добровольно помогают когда начали строить госпитали под москвой коммуналки и прочее я задумался думаю что тут это не так может быть где война начинается под видом там гриппа какого-то строят госпиталя привезут раненых там же будет море нашел сирия сирия и ливия в ливии готовилась значит захват столицы триполи хафтар и вагнер наши доблестные частные воинские компании туда хафтару примкнули думаю может быть их побьют там хафтар проиграл кого привезли в эти госпитали кого положили мы не знаем 12 самолетов вылетела в италию с медицинским оборудованием с нашими бригадами больше месяца там работали кого лечили и от чего лечить нам говорят что там к вид 19 но к вид 19 все врачи отрицают это обычный грипп ничего в нем нет ссылки на воз проверил всемирную организацию здравоохранения что там пандемию ввел вот этот воз не соответствует действительность нет воз не вводил никакой пандемии тем более эпидемии по разным странам это все от лукавого вчерашнюю смотрю новость кто-то не ссылаясь даже на фамилию кто-то выступал в оон извозовцев и сказал пандемия будет еще долго но также не пишутся документы также не дается информация кто выступал когда выступал что сказали где это а нам в бухевая стоит вот от воза идет возгод да мы в первый раз слышим это все и мы подтверждаем пандемии не было и нет так кому верить а нам лучше радио телевизор то и дело нас готовит маски и перчатки во время пандемии которая объявлена была с 28 марта я ходил все время без маски и без перчатки все подбегает ко мне полицейский метро я уже прошел подбегать гражданин я что сколько вам лет почему такой мне вопрос задают а вы старше 65 лет и вам то какое дело до этого старшие покажите на каком основании вы меня останавливает ни одного указ по москве не подписан ни кем печать стоит подписи собянин это что за обман я вам показываю свое удостоверение извините вопросов нет это что это на детей рассчитано второй раз захожу в метро это уже сняли карантин но не карантина самоизоляцию стоит охранник и группу молодежи молодежь без маски веселые оденьте маски и я тут прохожу он ко мне а вы почему без маски вы потому что самоизоляции не поддерживать со мной я здоровы и молодежь что видите даже старшее поколение какой вы пример даете здоровы а вы какой пример кого вы защищаете где у вас постановление опять нет детский сад или что нет но не просто напали на такого удивительного человека на единственного в москве который не поддается дальше расскажу еду из москвы самый разгар пандемии все сидят в маске и соблюдают дистанцию я выбираю одну свободную купе там одна женщина си присаживаюсь и оглядываюсь все в масках я задаю вопрос женщин вы почему в маске и в перчатке ведь душно жарко ведь все врачи говорят проветриваете помещение а вы свои легкие забивает своим же отработанным воздухом она чтобы не приставали я вот мы в магазин там и она вы понимаете вот сейчас вы доедете до дома у вас уже и температура повысится и вы наглотаясь того чем пропитана маска здесь еще психологический фактор у тебя невеста тоже вот я же с вами без маски же сидим там на мероприятия какие-то там приходит на работу ну как все без маски ты без маски в столовой но в метро еду мне психологически легче надеть я спокойно что мне приставали нет просто мне комфортнее вот как бы раз существует эпидемия ну какая-то даже гриб там какой-то в повышенной форме я уже надел и еду чувствуете себя защищен еще на самом деле даже не говорил за городом а что высмеял это потому что он хоть и сатирик но он закончил мифи таких людей над которым действительно можно посмеяться наверное но их тоже много ну послушайте что он сказал он сказал еще до этой пандемии он говорит вот смотрите как нас разводят из-за кого нас держит до дать вот одевают все маски но вы ведь простой пример то для себя возьмите измерьте величину вируса и ячейки в этой маске сколько через эту ячейку пройдет вирусов вы даже не можете себе представить это не футбольная вы понимаете какая ради да и прислушались тому что вы сказали но сегодня вы проиграли за счетом 41 когда мы магазин души четверо на деле маски а я нет а я таких людей к показал я таких людей называю группа поддержки собянина может одевает маски и воробьева а знаете почему так мы вы знаете почему потому что владелец заводов по производству масок и перчаток собянин и воробьев воробьев 17 собянин побольше теперь есть даже такой анекдот очень интересный правда это может быть не на камеру для всех будет ясно ребята готовьтесь собянин закупил завода клизм так что полиция будет требовать но это ради юмора на самом деле отношение у меня к виду 19 это одеть на всех узду и управлять как только власти почувствовали что народ не согласен узду и далее парад победы что такое парад победы 24 июня это 75 лет с победы которую сталин провел моем приказе было написано для путина и всех других военных лиц что мы отмечаем 75 лет со дня первого парада победы и на красной площади должна быть открыта трибуна портреты победителей сталина и других конечно здесь никто спорить но здесь не 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 то что вы сказать когда я смотрел парад мне сразу кольнуло потом поэтому выступили поводу другие путин заявляет рассказывает о матю не вспоминая никому партию не стали никого но слова такие говорит мы всегда будем помнить что нацизм победил советский народ и миллионы людей союзных республик это как понимать это что он по-русски писать не умеет не советский народ победил нацизм а нацизм сокрушил советский народ это дальше некуда в каком государстве мы живем его нет и потом правильно сказали нынешние власти будем их называть не власти но формирование они праздновали победу над сталинской победы вот резюме я это так не воспринял я воспринял это как 75-летие дня парада победы большим удовольствием с прекрасным настроением посмотрел радуюсь и счастлив этому параду то что там где-то какие-то есть силы от лукавого как вы говорите они всегда есть везде вполне и среди писак там кто составляет тексты и намеренно возможно там что-то все бывает жизни это не исключено и много моментов каких-то указывают что действительно это зло существует это мы сегодня все моего не увидим не но я отлично говорю и считаю что в миллионы людей восприняли этот парад но просто с прекрасным настроем слава богу что еще как быть пандемия вот это самое отступила в этом смысле и все-таки вот время ну тогда продолжим чуть-чуть еще немножечко времени займу значит следующий этап нашей пандемии или не пандемия не знаю какой-то эпидемия короче говоря следующий этап начинается с октября почему сейчас отдохнет полиция росгвардия дальше проведут выборы 13 который намечен на сентября до 20 неделю посчитаю там три дня будет голосование свободно то за голосование по поправкам неделю голосовали правильно или неправильно неделю на деле электронно а потом пришли и нет голосов как так вот здесь тоже дают три дня на голосование ну где это видно а потому что нет поддержки а можно вас спросить есть что-нибудь что вы нравится в деятельности есть правительства мне нравится слово власть вам назовите сами это слово в деятельности значит территорию тех структур которые над которыми есть менее значит важные структуры так вот высшие структуры если что-нибудь что нравится мне очень нравится поведение путина в том плане что он показывает кто мы очень прям вот четко каждому даю вы тоже со своей стороны показываете тоже большой плюс каждый своими методами гранять свою миссию а миссию таргане миссия выполняет свою у него очень интересная миссия она не похожа на вашу и на мою там на мою академию на других организациях геннадий павловича нравственно ваша организация прекрасный моряков со своей амиссия свою тональность они говорят казаки в казачьей форме не приходи не любят наши генералы понимаете потому что по морям на конях не скачу то есть морякам казаки это мне генералы у всех свое и хотя к каждая организация каждое направление идеологическое очень интересно превосходно но совсем не та история какая у нас была в историк архивном институте то есть у всех свои подходы они очень важны и поэтому я так считаю что вот вы все сказали что у путина понравилось то что он покажет тома есть да ну слава тебе господи еще говорят же должны под поправкам конституции за которые как бы вы много призывали не голосовать а ведь еще будут сейчас там этого законы приниматься давайте посмотрим может быть как рассмотреть то поздно будет уже уже работает уже работает ведь две главных поправки которые требовалось для путина это обнуление срока он заново чистенький какой как и не был в бане помылся и всех пришел чистенький и вторая это приоритет нет правопреемственность советского союза то было продолжателю ельцина а теперь и правопреемственность это поправка главное почему объясняю все балансы все деньги все активы которые заложены во всех банках мира будут принадлежать россии по этой поправке принадлежа россии то есть этой россии но не получилось англия и америка голосование не признаны нелегитимности поэтому путину надо что-то делать для того чтобы стать легитимным друзья ну что же наверное даже очень неплохо мы поговорили очень на серьезных вещах может поговорили и поговорили мы спокойно с чувством собственного достоинства чтобы там не было чтобы не творилось но мы себя сохраняем у нас мир в душе спокойствие любовь к своей родине любовь какой бы ни было там над нами силы государственный стоит но она мы спокойно относимся ну значит всевышний это видит что может быть действительно мы достойны того как сказал военности панчу какие мы есть все наши силы надо сохранять да и вы должны методами достойны мои того что и наверху стоит достойны того что и в харькове то есть это на баровский достойны того что в среднеуральском монастыре достойны того что и белоруссии там что такое готовится непонятно жалко не что лукашенко там и чистые дороги хорошие стало и мясо и молочные продукты и там видно приличные деньги отвалены ведь все революции деньгами в семнадцатом году сколько передали денег жеребцовой дали 2 миллиона чтобы распутина убрать а она их прикарманила просто бесплатно его уничтожили вот так что деньги это не всемирные они они вернутся все вернутся эти деньги но мы это самое главное ведь смотрите сиволобов ушел крамаренко ушел вахмяков о душе надо думать друзья о душе я не я конечно как вам о мире до мере и о том что ну надо действительно о вечности уже счастье артур викторович о вечности надо думать о вечности так что давайте мы на этой великолепной ноте закончим наше собрание а сейчас сколько там у нас 15-15 минут часто очень хорошо часа мне кажется что удовлетворение у нас есть а от сегодня что наше собрание но по большому счету еще хотел добавить последний да виталий николаевич вы как писать ревизионная комиссия рассказать вспомним вспомним толстого это рисал война и мир мы как-то читаем что мир слова звучит как-то у толстого было описано мир слова и с точкой на дни то есть мир как состояние без войны у толстого было мир как вселенная надо понимать поэтому самом деле поэтому то что вы сказали что состояние именно души как мир вселенская это очень важно только добавление маленькой ну чудненько просто это вот мы ходим и воли парни и книги педагоги и наставничество и на чтобы вам все мир царил маленькая силу сказал действительно правильно что надо чтобы было равновесие в душе то есть во вселенской вот нет и у каждого вопроса каждого и между общественным организациям чтобы равновесие а можно построить на земле мир без войн стремиться надо к этому конечно вот есть такие условия мы все в душе то думаем что так и будет конечно мы к всевышнему с этим обращаемся что и не только обращаемся а делаем то о чем говорили теоретики социализма коммунизма что мировая кооперация между странами приведет к тому что войн не будет не на двой обменивайтесь товаров границ нет вы земляне вот это надо строить мировое правительство получается говорить надо оставить золотой 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 на земле все на управляемость замечательно есть хим и как а люди то живые не хотят умирать раньше время инстинкт самохранения понятно а сейчас но как вы считаете достаточно или мы продолжим еще достаточно все друзья спасибо за решение так августа 2020 года номер в срсвср тире 0 06 дробь 13 08 2020 город генеральному секретарю его превосходительства господину антонио мануэлью де оливьера гутеррич специальному советнику по предупреждению геноцида управление оон по предупреждению геноцида совет по правам человека он управление верховного комиссара по правам человека он швейцария сн1 2 1 1 1 женева 10 дворец наций в информационный центр оон в москве адрес москва леонтьевский переулок дом 9 международный суд оон дворец мира в гааге нидерланды председателю следственного комитета россии бастры кино а и лично в руки генеральному прокурору рф действительному государственному советнику юстиции краснов и вы лично в руки к сп 3 1 2 5 9 9 3 город москва улица большая дмитровка 15 а прокурору омской области старшему советнику юстиции лично в руки старшему советнику юстиции студеникину н.в. адрес 644 099 россия город омска улице ленина 1 начальнику фсб-рф по омской области полковнику савченкову а с лично в руки адрес 644 043 россия омская область город омск улица ленина 2 управление судебного департамента омская омской в омской области начальника агарь в а лично в руки адрес 644 099 город х у лица ленина дом 10 Председателю Центрального районного суда города Омска Муратовой НД лично в руки. Адрес улица Тарская, 25 Омск, Омская область, 644-07. Заявление о совершении преступления.